всем привет ребята вот решил сегодня выбраться так прыгнул такая прогулочка тут недалеко от города трасса где-то меньше километров сейчас пойду еще левее пойду где-то 20 конкурент пойду до своей стоянки не был там с весны хочу посмотреть что там творится что вообще происходит вообще в лес в лес недавно давно не ходил на июнь и июль и от начала августа первый раз так выбрался в общем два месяца меня не было выбрался потому что дома уже сидеть надоело и решил прогуляться такие выйти что ребятки походил я тут немножко по лесу поискал грибочков это пока нету но меленькие такие маленькие маленькие нашел лисички до муковички есть сыроежки а таких благородных пока что-то еще не видел дальше может пойду посмотрю хочу дойти до своей стоянки проверить да был там не был мы вообще так соскучился уже по походам планы такие сейчас я закончу все свои больничные дела надеюсь что все со здоровьем будет нормально говорится год ну готовлюсь настраиваю себя на сплав по клязьми по сплавам наверно еще ну опять же далеко не пойду потому что одному мне страшновато опять же ближайшие речки это клязь мою 2 клязьмут хотя не особенно и бляжа ближайшие но потом после клязьмы наверное ширма могут что-то из этого разряда потому что на даче качестве не смогу поехать и несколько потом планирую поход на верну по ходу уже на 138 это на ширну там на своем и на свое место и намного на 126 там брестра кулина тоже хочу съездить проверить там столик кто-то может там прибить покрасить там вообще проведать давно не был а сейчас пойду в сторону своей стоянки посмотрим там что-то как а Вот иду, тропочка заповедная такой. А лес-то уже потихоньку начинает, потихоньку мало-помалу начинает видать. Листики на березе на осеннем уже желтеют некоторые, сохнут, потому что ночами уже становится холодно. Грибов я так и не нашел, какие-то растут у нас орешки или какие-то, хрен пойми чего. Вон дождевик вижу, вон он, кто-то сранится. Видите, это вот дождевик. Я читал, что вот такие маленькие дождевики, они съедобные и вкусные. Ну, кто как пишет. У меня старая книга есть, еще такая, времен Союза, про грибы. Вот я как раз мне читал, что вот этот дождевик съедобный. Ну, где-то вот еще я читал. Кто-то там писал, в интернете какой-то мужик, мужичок, что якобы он их отваривал, жарил и я говорю, вкусный гриб. Ну, какая, ель какая, смотрите, вон руки растопырила. О, какая здоровая. Огромная, вековая такая елка. До самых небес. Ладно, пойдем далее. Тропку, тропку всю изъездили эти мотоциклисты тут ездит, анархист. Вот по ней по тропочке еду, потому что левее там уже тоже все изъездили, там заболотилось. А тут наверняка пройдешь. Пока ветер, пока нет этих мандовожек, этих всяких комаров. Разгоняет пока. Ну, и все еще всякие тут шмеллеры, тут шмуллеры, бабочки, всякая жирность насекомая, насекомые еще присутствуют. Так что еще пока рановато. Пух летит с иван-чая. Сейчас шомнем, он располаган. Думается, недавно я еще собирал чай, ну, иван-чай. А уже вот, он уже такой завязший стоит, пух от него летит. Кстати, в этом году наготовил на всю зиму иван-чая. Очень хорошо получилось. Такой духмян такой стоял, ой, аромат, черносливом, компотом. Такой вкусный получился, приятный вкус. Еще, ребятки, по поводу ютуба. Сейчас все, многие блогеры начинают там кричать, там караул, вот скоро там закроет ютуб, там что-то он тут заблокировали его. Да, теперь без VPN, к сожалению, не войдешь. Скорость подупала, прям, и загружать ролики стало тяжело. Все там пишут, что я там уйду на Яндекс Дзен, на Рутуб. Нет, в принципе, нормальные площадки, правда, они неизвестны. На Рутубе я давно зарегистрирован. Есть там какие-то пробные ролики, я тогда пробовал грузить. Но что-то как-то я с ней так вот, ну, не подружился с Рутубом. Касаемо ютуба, да буду потихоньку туда загружать, пока еще возможность есть. А уж если совсем там что-то будет, хотя что навряд ли. Все равно там кто-то какая-нибудь хитрая задница придумает, обход какой-нибудь. Будем все равно заходить, смотреть, закачивать. Я думаю, что в дальнейшем все будет нормально. Ну, если даже не будет что-то, буду выкладывать на Рутуб. Я обычно по этому поводу не беспокоюсь. Пускай беспокоятся эти блогеры. Те, которые живут на донаты, те, которые снимают и говорят якобы, что мы вот столько труда выкладываем там в ролики там. Ну, это ладно, бог с ним, пускай зарабатывает там. Я снимаю для души, когда у меня есть настроение. Так что все будет нормально. Будем по возможности снимать и загружать на ютуб. Ну, все, пойду дальше. А то время-то уже летит прям. Я вышел в начале 11, а время уже пол первого. С этими со всякими съемками время вообще не успеваешь. Еще немножко по поводу съемок. Смотрел тут недавно одно выступление известного блогерочка, блогерка. Он такой говорит, что вот там закрывает ютуб, да. Но я там работать, но все равно там не пойду никуда. Буду с вами там типа со зрителями оставаться. Буду снимать ролики. Самый интересный факт, что он сказал это так, что работать я не буду. А дал понять, что он живет на донаты. Ну, так оно в принципе и есть. Якобы там, ну, перечисляйте мне деньги. Ну, как бы так, я так понимаю. А я буду снимать. И в комментариях я читал, что это уже как бы он снимает не для души. Это его, когда это становится твоей работой, то души уже нету. Вот так я прочитал его комментарии. То есть, все, что он снимает, это бездушно, без души. То есть, это его работа и живет он на донаты. Блин, этого мне не понять. Ну, многие, может быть так, блогеры живут там, снимают там для того, чтобы выжить, да. Какие-то там камеры, камеры покупают себе на донаты. Я так не смогу, потому что это нечестно будет. Это просто омерзительно по отношению к зрителям. А работать нужно не на заводе, там, на предприятии. Зарабатывать деньги, как и все, как многие. Своим трудом познать копейку. А съемка там или какие-то походы там, да, там, ну, что-то, какие-то там по тайге, да, там, ну, там, не знаю, по избам, там, ну, куда угодно. Это уже, ну, да, это смысл жизни. Ну, это не значит, что люди должны тебе, там, чем-то обязаны, там, донатить, да, там, ну, как-то я думаю, я считаю, что это нехорошо. Когда, ну, пишут там, пишут, помощь, да, там, какая-то. Я, в принципе, пишу, у меня под видео есть номер карты. Но это не означает, что нужно жить за счет зрителей, там, да, за счет, да, за счет донатов. Ну, какая-то там копейка, если перепадает, там, кто-то, ну, добровольно причисляет, ну, это, в принципе, хорошо. Но, если вот жить за счет этого, это скверно. Я считаю, что так. Андрюха, человек гора. Мы с тобой поспорили, помнишь? На сотню, что ты найдешь то место, к которому сейчас я иду. Ну, так что спорт в силе. А для небольшой подсказки я сейчас тебе покажу, где я сейчас нахожусь. Ну, а дальше сам. Ты говорил, что ты найдешь. Пожалуйста, ищи. Так что дерзай. Ну, вот тут вот, там поле, да, вот это, ну, немецкие, где немецкие горы, поле основное. Я сейчас зашел в горку, вот в эту. Вот, и пойду сейчас по этой тропинке прямо, 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 там через большую горку, потом направо. Ну, а дальше уже твоя история будет. Найдешь ты это или нет. Так что так. Да, жалко. Вот этот лес на враге, на этом, на пригорке погибает. Когда-то здесь был пал, я сейчас стал замечать, что уже верхние сучки все усосен. Тут, наверное, на камеру-то будет не видать. Многие уже засохли. То есть, погибает. Здесь деревья погибает, потому что был пал. Да, жалко. Она, конечно, все это восстановится со временем, но... А сколько должно время пройти? Ой-ой-ой. Вот так мы, люди, относимся. Да, ко всему мы относимся. Вот, старая стоянка. Мне кто-то положит, какая-то хрень. Довольно-таки чисто. Вон, грибы, воросли, маслята. Вот, прямо у костра. Вон они, насранки. Засранцы, масляна. Маслятки масляные. Да. Все, дальше пойдем. Ну, нынче год, вроде бы, побольше шиповника. Шиповник лесной. Есть. Надо бы не прозевать. В конце августа. Сейчас он пока еще наливается. А потом... Я его соберу. Полезные очень... Полезные, как сказать... Ну, ягоды, да. Буду заваривать чай. Ну, посмотрите, какая красота кругом. Ребятки. Ух. Красотень. Ой-ой-ой-ой. Кузнецы ткут свою песенку. Такая кошка вся вся орала. Птицы тренькают. Красота. Какой он красотищ. Вот такие виды. А город где-то вон там он. Вон там, далече. А мы на воле здесь. Люди... Люди... Люди, Люди... Люди, Люди... Люди, Люди... Люди, Люди, Люди... Люди, Люди, Люди.... И мы с вами демод To forms пейため whiskparable. Буду мистину с birds, Субтитры сделал DimaTorzok Вон она. А запах до сих пор состоит такой духмян, приятный. Вот надо мне было сюда собирать его идти. Хотя и там, где я собирал с поля, тоже хороший был. Но тут прям такие заросли, мама не горюй. Фух, стал немножко дух перевести. Сегодня жарко как. Были несколько дней. Дожди лили. Прохладно прям было, особенно к вечеру. Сегодня день. Небо чисто-чистое, синее. Красота. Вот в одном месте остановился на меня на полете. Вшив осиный. Вы, наверное, знаете, тут такая букашка такая. Она когда садится на человека, как крылья сбрасывает, и начинает ползать тут. Нет-нет, укусит. В общем, неприятная такая бестия. А сейчас вроде попрыскался этим от комаров-то. Ничего. Вот он тут, где искал грибы. В общем, очень много этих маховичков. Потом, как их, маслят много. Ну, все червивые. Таких-то не встретил. А, встретил только два подберезовика. Ну, тоже уже такие переростки. Видать, слой прошел. Но оно еще будет. Сейчас вот дожди пойдут. Они... Тепло. Они грибы пойдут. Я тут набрел я на кипрей. Он же пушится, как дуванчики. Летят, блин. Иду, ветер на мою сторону. Чихаю, иду, блин. Эти зонтики мне в нос летят. Он до сих пор их вытаскивает. Полный нос, зараза. Набился. Иду, хрюкаю, блин, и чихаю. Вот, а береза, да смотрю, осина уже желтеет вовсю в листочке. Ближе к осени, ребятки. Все. Ну, ладно, мочеваться не будем. Что, пойдем дальше? Я практически пришел. У меня осталось где-то полкилометрик. Ну, что меня здесь радует. Машина сюда не всякая проедет. Тазики точно не проедут. Какой-то птиц полетел. А и внедорожник сюда не каждый поедет. Потому что, ну, пока сухо-то, еще можно здесь проехать. Внедорожники. Но, когда вот тут после дождей, о-о-о. Ну, в общем, мне вот это вот радует, что подъезда нет. Что сюда всякие махнорывые туристы-анархисты. Вот дорога-то, видно. Сюда только вот на квадрике можно проехать нормально. На машине-то уже тяжело. Так что, вот такие пироги. Да, давно тут не был я давно. Но. Короче, снимаю я сейчас на телефон, на смартфон. Думал, что забыл камеру, а потом, что сейчас начал рыться. Самовар искать надо, термос. Оказывается, она у меня здесь. Но не стал я тут сейчас. Аккумулятор, где-то аккумулятор там на дне рюкзака. По всей видимости. Не стал заморачиваться. Пока снимаю вот на телефон. А там, когда приду уже и включу нормальную камеру. Это, в принципе, на эту, на эту тоже хорошо снимает. Бывает, конечно, она так, ну, конечно, дергается. И стабилизация не такая, как на Соньке. Ну, тоже, наверное, мне нормально. Блин, все искал, ходил сейчас этот орешник. О, грязюка. Что-то орехов-то нифига. То ли не будет. Обычно идешь, зависть-то видать уже. А сейчас что-то нифига нету. Нынче год, наверное, не ореховый будет. Хотя я особо в последние годы их не собирал так. Все чаще идешь, так он наберешь пакетик, да и идешь, щелкаешь по дороге. А домой ты не набирал. Ну, листья сыпятся. Все, все, осень. Она уже шагает. Ой, а запах, какой запах, какие запахи, а, в лесу. В городе такого нету здесь. И спится здесь по-другому, все. Ну, практически я пришел. Да, давно тут уже никто не ездил, не ходил. Ну, ходить-то, может быть, ходили грибники, а ездить не ездят. Потому что я вижу, что следов-то от квадриков нету, и все здесь заросло. Как сюда заходить, специально снимаю, чтобы, ну, от посторонних глаз, ну, вообще, чтобы не знал никто это место. И, как бы, и рассказать никому не рассказываю, потому что не хочется, чтобы здесь были пьянки и так далее. Ну, и хорошо, в принципе, садовое странное, что здесь никого нету. Пойдем дальше. Да, тропочка-то нехоженная давно уже. Прямо-то иду, и следов-то никаких. Единственное, что здесь не особо, ну, хорошо, то, что солнышка мало. Место такое. И полянки здесь есть, конечно, но тут мало места. Я шел сейчас по полю сухо, а здесь сыро, но еще по-моему. Чувствую, что роса-то даже нифига не высохла. Хотя ветер обдувает, и все. Ну, в общем, я рад, что сюда никто не ходит. Хорошо. Да никто здесь сидеть не будет, потому что здесь комарья просто, просто раи. Я как-то сюда приходил в июне или в июле, в том году, что ли. Здесь комарья вообще ужас, тут просто мрак. Я не нагоняю ничего, просто, ну, на самом деле. Ладно, пойдем дальше. Ох-ох-ох. Все тут заросло к чертям. Дебри-дебрющие. А вот место-то я вижу. Какая-то тропиночка вроде протоптана, блин. Может, кто-то и ходил. Вот тут плоскостью пальцы. Пойдем. О, ну, вот мы и пришли. Белый уже рост на этом месте. Привет, ребятки. В общем, на этом месте никого не было. Я рад. Ведь ни бутылок, ничего, ничего нету. Поэтому меня очень-очень радует. Ну, тут так хорошо, сухо, приятно. Столик мой стоит. Все отлично, в общем. Ох, беда. Чудушка здесь валяется. Чудушка почему-то здесь валяется. Чудушка здесь валяется. Я хоть куда-нибудь вложил. Чудушка здесь валяется. В целом все на месте. Перчатки, почему-то, краски разбросаны. Пернушки тут у меня растут. Птицы. Птицы что-то тут нагадили. Так-то все крепко, все. Ничего не шатается. Ничего не шатается, все крепко, хорошо. Сейчас время из 22. Немножко похожу. Может быть дровишек пособираю. Надо будет мастерить что-нибудь на обед. А так все отлично здесь. Все по-старому. Все по-старому. Краска держит все хорошо. Держится все на ура. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok